За что американской школьнице грозит четверть века за решеткой? Почему в метро Мехико постоянно пустует одно из мест? И как японская музыкальная группа около года обманывала поклонниц? Смотрите в нашем дайджесте. Со школьной доски почета в тюрьму. 18-летняя американка готовила массовые убийства в своей школе. Планом юной террористки помешал отец. Он нашел дневник дочери, в котором она делилась сокровенным, и сдал дитё копом. Старшеклассница Николь Цеварио планировала расстрел учащихся как минимум с декабря прошлого года. Она купила ружьё и патроны, тщательно изучила план школы, график работы охранников и назначила день Х, 5 апреля. Учителя шокированы. Девочка была на хорошем счету, позитивная и дружелюбная. Сейчас она проходит психиатрическую экспертизу. Во Флориде на парковку одного из мебельных магазинов заполз крокодил. Перепуганные посетители вызвали полицию. Полисмены решили разобраться без помощи службы спасения животных. Одели на непрошеного гостя ошейник и поволокли к водоему через весь магазин. Процесс сняли на телефон менее чем за сутки. Видео в интернете посмотрели 400 тысяч раз. Учёные нашли запрещенные полихлорированные дифенилы в Марианской впадине, самой глубокой точке земного шара. Это вещество раньше широко использовали в промышленных целях, но из-за токсичности прекратили выпускать почти во всём мире. Океанологи изучили содержимое желудка в ракообразных, которые обитают в Марианском жёлобе. Эти членистоногие всеядные и часто поглощают всё, что могут проглотить. По мнению учёных, вредные вещества попали в океан в результате многочисленных аварий промышленных судов. Чешская почта переходит на электромобили. Предприятие уже объявило первый тендер. Планирует арендовать 60 электрокаров на 5 лет. Потратить на экологический автопроект готовы свыше миллиона евро. Тендер станет самым крупным заказом электромобилей в истории страны. В прошлом году на почте тестировали два электрокара и выяснили, что с их помощью можно неплохо сэкономить. В Мехико в вагонах метро установили сексистские сидения – кресла в виде обнажённых мужчин. Акцию инициировала ООН совместно с мексиканским правительством из-за высокого уровня сексуального насилия и домогательства в общественном транспорте. Возле необычного сидения установлена табличка, которая гласит, это место предназначено исключительно для мужчин. Судя по видео, сидеть в кресле крайне неудобно. Участники популярного китайского бойбенда «Экраш» оказались девушками. Об этом они признались накануне выхода своего первого видеоклипа. Группа молодая, ей нет ещё и года. Всё это время менеджеры всячески избегали гендерно маркированных слов по отношению к участникам муз коллектива. Поклонницы группы были уверены, что их кумиры – молодые мужчины. Реакция обманутых девушек пока неизвестна.